11.07 на часах четверг, хотя больше похоже на день сурка, потому что последний раз я здесь была во вторник, и точно так же напротив меня сидела Соня Дёмина, и обсуждали мы коронавирус. Да, но теперь есть снег за окном ещё. В общем-то, да, ничего не изменилось. Ну нет, на самом деле со вторника много чего изменилось, мы сейчас немножко, кстати, пробежимся, потому что изменилось. По цифрам, наверное, в первую очередь во вторник, я уже буду со вторником, прости, сравнивать, было у нас 93 подтверждённых случая, в России сейчас 147, и вот буквально несколько минут назад коллеги федеральные написали, что в Москве умерла первая пациентка с коронавирусом. Сколько, ты сказала, лет ей было? Ей было 76 лет, а нет, 79 даже. Вот, первый, получается, смертельный случай в России всего на вчерашний, по-моему, день, сейчас я скажу, сколько? 147 случаев, в Кирове 7 уже. По последним данным. Только что новостная наша служба. Но это не подтверждённо. У нас подтверждённая по-прежнему одна девушка, её муж ещё вот очень вероятно будет подтверждён в ближайшее время, потом 4 человека и их соседи по поезду. И вот, а кто ещё там? Это уже не знаю, что ты ещё один. Ну, мне кажется, это, скорее всего, тоже люди с этого же вагона, которые ехали вместе с Кировчанкой. Но, на самом деле, учитывая то, что эта тест-система очень нечувствительная, насколько я понимаю, там чаще бывают ложно-отрицательные результаты, чем ложно-положительные. Поэтому, скорее всего, что те, кто выявляются с помощью тест-системы, впоследствии лабораторные анализы подтверждают у них этот диагноз. И тут надо обратить внимание. То есть мы сейчас исследуем тех людей, которые ехали вместе с ней в поезде. Но после того, как она ехала в поезде, она ещё где-то была наверняка. Я, на самом деле, не знаю, потому что тут информация расходится. Кто-то говорит, что она сообщила о своём состоянии ещё в поезде проводникам, и её изолировали уже в поезде, и встречала её в Кирове бригада медиков. Кто-то говорит, что она всё же сошла с поезда и обратилась к врачам уже потом. Собственно, отсюда и появился её заболевший муж. Но вот я не знаю, к сожалению, Минздрав, по-моему, официально, как это всё происходило, не рассказывал. Поэтому тут я бы не стала обвинять голословно эту женщину и представлять её как источник всеобщего заражения в Кирове, тем не менее. Так, что у нас ещё изменилось за несколько дней? УЕФА таки отменил Евро-2020. Ильич из Little Big не едет на Евровидение, чем очень расстроен. Никто не едет на Евровидение, потому что его не будет. Ну, а мы, собственно, сейчас скоро начнём говорить о том, что суды отменили. Где-то тут у нас лежит постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета Судей Российской Федерации. Собственно, продюсер наш Аня Лапшина принесла нам эту бумажку. Почему? Потому что областной суд комментировать это отказался, сославшись на официальные документы, сказал опираться на них. Суды в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции перешли на особый режим работы. Теперь рассматривают только срочные дела, как я понимаю. Но вчера я ещё читала, что в рекомендациях Верховного Суда есть пометка о том, что в случае наличия технических возможностей заседание можно проводить с использованием средств коммуникации и сетей интернет. Как-то там наверняка сформулировано очень сложно. Вот мы постараемся подключить Яна Чеботарёва, юриста. Он сегодня собирался на заседание в арбитражный суд, но, насколько понимаем, не попал туда Ян Евгеньевич. И также поговорим с Мариной Копыриной, зампредседателя общественной палаты Кировской области. Она также у нас член адвокатской палаты, тоже расскажет, как происходят дела действительно в кировских судах со вчерашнего дня. И плюс АПКО тоже отменили все свои заседания. Сейчас они работают в особом режиме. Я так понимаю, Ян Евгеньевич на проводе у нас. Алло. Да, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, Ян Евгеньевич. Расскажите, пожалуйста, действительно вы сегодня собирались на заседание, в арбитраж и не попали, да? Не только в арбитраж, и действительно не попал. С утра отзвонился мне секретарь одного судья, буквально через несколько минут отзвонился секретарь другого судья, потом третьего вещено, что рассмотрения будут происходить в арбитраже без участия сторон. Желающие могут обратиться в суд через систему мой арбитра с ходатайством об отложении, если они желают выступить очно в суде. Суд обещал удовлетворить такие ходатайства и перенести рассмотрение дела на числа после 10 апреля. В судах общей юрисдикции ситуация немножко другая, там просто приостанавливается производство по всем делам, за исключением дел, которые не терпят отлагательства. То есть аресты, продление сроков содержания под стражей, защита прав несовершеннолетних детей, срочные меры медицинского характера, рассмотрение требований граждан о компенсации вреда здоровью, ну, еще несколько категорий. Большие сложности с этим будут или, в принципе, ничего страшного не происходит сейчас? Ну, на самом деле, безусловно, сложности будут. Почему? Потому что арбитражный процесс осуществляется на принципах состязательности и без участия в процессе очень тяжело обосновать, доказать свою позицию. Ну, соответственно, вырастет количество бумаг, которые необходимо будет готовить и представлять суду в обосновании заявленных требований. А с учетом длительности процедуры прохождения этих документов через канцелярии до суди, это занимает не меньше двух дней, ну, проблемы будут. Вот, как минимум, с теми заседаниями, которые назначены на сегодня, на завтра. А меры эти до какого числа пока? Ну, объявлено, что они будут действовать до 10 апреля включительно, но могут быть и продлены. Все понятно. Спасибо большое, Ян Евгеньевич, за комментарий. Это был Ян Чеботарев. Сегодня вот уже, да, нет возможности попасть в кировские суды. Ну, как, собственно, и в российские, как я понимаю, то есть осталась только определенная категория дел, которые рассматриваются. Но вообще, опять, если говорить, минутка у нас до перерыва осталась по ситуации в мире. Насколько я понимаю, в Ухане впервые за сутки никто не заразился коронавирусом. Ухань, насколько мы знаем, это отправная точка для пандемии. Но зато в Италии вчера было рекордное число погибших. По-моему, 475 человек, сейчас я уточню, за сутки умерли. Вот, то есть как-то так. Ну, то есть, с одной стороны, вроде бы, в регионе, где все это начиналось, пошло на убыль, с другой стороны, в Европе пока ситуация никак не стабилизируется. Но это же долгое время было только в Ухане. То есть мы наблюдали за Китаем, и то, что там у них происходит, что там у них происходит, потом вдруг появилось в Италии, потом вдруг появилось еще во множестве стран, потом вдруг появилось у нас. И на самом деле количество заболевших и ситуация, которая у нас получится в итоге, зависит сейчас от нас и от тех мер, которые мы все вместе дружно примем, чтобы не заражать друг друга и не переносить вирус из одного конца города в другой конец города по улицам в общественном транспорте. Все-все-все. Да, слушатели 211-101, вы можете звонить, рассказывать, повлияла ли ситуация, сложившаяся как-то на вашу жизнь. Возможно, отменились какие-то ваши мероприятия, поездки, работодатели ваши, предложили вам перейти на удаленный режим работы. Если не хотите звонить в прямой эфир, вы можете писать в наш телеграм-канал, ищите нас с Эхо Кирова, там можно нажать на кнопочку «Дискасс» или «Обсудить» и попасть в группу, где можно задавать вопросы. А мы на 30 секунд прервемся. Возвращаемся в дневной разворот. Говорим мы сегодня о том, о чем говорят все везде, абсолютно каждый. Мы говорим о коронавирусе. И насколько, допустим, нам нужно понять, насколько мы переоцениваем, насколько паники больше, чем должно быть. Или действительно, может, нам нужно всем просто расслабиться и дальше ходить по барам, по судам, по... Ну, на самом деле, тут у меня двоякое ощущение от всего этого. То есть, с одной стороны, вроде бы действительно, да, там какие-то абсолютные цифры, смертность не такая высокая, не превышает какие-то там сезонные заболевания. С другой стороны, с ОРВИ никто не попадает с таким количеством в больницы и людей, которым требуется действительно респираторная поддержка. И тут, мне кажется, суть всех этих карантинных мероприятий действительно в том, чтобы размазать по времени пациентов, поступающих в больницы. Потому что, согласитесь, даже если вы заболеете и у вас будут какие-то осложнения, лучше, чтобы вам хватало и врачей, и при необходимости аппаратов ИВЛ. А у нас Марина Копырина на связи, заместитель председателя общественной палаты Кировской области. Марина Николаевна, добрый день. И также президент адвокатской палаты Кировской области. Мы как раз хотели с вами поговорить по поводу судов. Вот как так, если отменили все заседания, либо их не отменили, а вот дистанционное заседание, это как будет происходить? Ну, поскольку вчера вышло постановление президентом Верховного суда СССР, приняты меры тоже по борьбе с коронавирусом, поэтому рекомендовали судам приостановить личный прием граждан в судах и подавать документы либо через электронные интернет-приемные судов, либо по почте России. По поводу судебных заседаний еще пока особой ясности нет, поскольку пленум рекомендует рассматривать только категории дел безополагательного характера, то есть это, допустим, если будут избираться меры пресечения, продление меры пресечения, отмена изменения меры пресечения, то есть в этом случае, когда речь будет идти о лишении свободы гражданина, то здесь, конечно, эти дела рассматриваться однозначно будут. Также дела, которые... Речь идет о защите интересов несовершеннолетнего лица или лица, признанного в установленном порядке недееспособном, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, ну и дела, которые необходимы, допустим, для спасения жизни и другие. Будут рассматриваться дела, которые в порядке приказов издаются, поскольку они не требуют явки сторон в процесс. А что касается тех дел, которые должны рассматриваться судами, вот я связывалась с областным судом, сегодня они работают в штатном режиме, то есть, как обычно, дела рассматриваются. Завтра у них будет оперативка, и будет решаться вопрос, как все-таки будут рассматриваться или будут откладываться. Потому что вот пленум рекомендует судам при наличии технической возможности инициировать рассматрение дел путем использования систем видеоконференц-связи. Но это тоже, в общем-то, система такая, если, допустим, подсудимый находится где-то в изоляторе, и это возможно, то, возможно, в процессе желают участвовать потерпевшие или иные участники. Понятно, что тех, кто не является участниками процесса в суды, пускать вообще не будут в целях избежания распространения коронавируса. А вот как будут работать суды и с остальными категориями дел, будут рассматривать или будут все-таки откладывать, поскольку постановление предусматривает период с 19 марта по 10 апреля, достаточно длительный период. А еще в преддверии Дня Победы у нас ожидается амнистия, как обычно она бывает к этому дню, большая. Поэтому если будут все-таки откладываться, дела не будут рассматриваться, то, в общем-то, это грозит тем, что будет потом большой вал дел в судах. Ага, Марина Николаевна, а вообще суды насколько готовы к дистанционному рассмотрению дела? Это вообще часто в практике бывает? Ну, у нас насколько, в принципе, они готовы, да, ну, по крайней мере, в областном центре. Я не говорю о районных судах, потому что там не везде есть интернет и не везде есть система видеоконференц-связи. Поэтому говорить о том, что у нас прям в области все готовы, я думаю, что нет, скорее всего, не все. Думаю, что система арбитражных судов готова, потому что у них практикуется это и в обычном порядке рассмотрения дела, путем видеоконференц-связи, особенно если это второй арбитражный суд, там пять регионов это практикуется. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний день больше всех готовы к этой ситуации арбитражники. А известно ли что-то о каких-то мерах, которые сейчас в судах принимаются, вот на очных процессах, возможно, там дополнительные антисептики установили? Нет, адвокаты жалуются, что не успеешь, что зайти сразу тебе в лоб. Тепловизор измеряется, температура. А насколько там еще какие-то другие меры? Ну, как обычно, наверное, всех предупреждают о том, чтобы как можно чаще мыть руки с мылом, либо использовать какие-то дезинфицирующие средства для рук. Меньше общаться, расстояние соблюдать. Он сказал, губернатору больше двух не собираться. Ну, понятно, что это, в общем-то, ситуация такая, что иногда бывают ситуации, когда просто нереально не собираться. У нас последняя пленарка общественной палаты тоже была под вопросом. Но поскольку у нас выборы в общественную палату России, и там, в общем-то, некуда было просто откладываться, поэтому мы ее провели. Но, насколько я понимаю, вы на этом пленарном заседании приняли решение, перейти на дистанционную работу? Да, да. И как она сейчас будет вестись? Вы будете как-то коммуницировать между собой или просто на каникулы, грубо говоря, обка ушла? Нет, нет, не на каникулы. У нас будет дежурный сотрудник аппарата находиться всегда в общественной палате. Все, что срочно приходит, это будет доводиться, соответственно, до руководства общественной палаты. Затем все комиссии будут работать тоже дистанционно, либо по скайпу, либо по заучному голосованию материалы, будут рассылаться сотрудниками аппарата, и руководители комиссии будут подключаться к этой работе. То есть, ну, в онлайн-движиме, в общем, мы будем работать. Нас иногда. Но вот в обычной жизни у нас эти заучные голосования, заучное решение каких-то вопросов, конечно, бывало крайне редко, мы это не приветствовали. Но поскольку сейчас такая ситуация сложилась, это не паника, это просто, в общем-то, необходимость принять вот этих мер, с тем, чтобы не было у нас массового заражения. Спасибо большое, Марина Николаевна, за комментарий ваш. Это была Марина Копырина, заместитель председателя общественной палаты Кировской области и по совместительству президента адвокатской палаты. Вот Марина Николаевна рассказала нам, как с двух сторон ее работы все пока будет действовать в условиях эпидемиологической ситуации. Ну вот мы, на самом деле, буквально неделю назад спрашивали наших читателей во Вконтакте, вмешался ли коронавирус уже в ваши планы. Три варианта ответа было у нас. Да, накрылся отпуск или мероприятие. Нет, но, похоже, вмешается. И нет, я в домике. Ну вот на данный момент проголосовали 464 человека. Большинство, конечно, в домике. Но на самом деле, мне кажется, что, если возможно повторить этот опрос, сегодня сейчас тоже немного изменится. Неделю назад было все спокойненько. Да, нет, но, похоже, вмешается. Ответил 151 человек. И первый вариант ответа. Да, накрылся отпуск или мероприятие. Он сейчас, по крайней мере, в этом опросе самый малочисленный. 71 человек. Но, тем не менее, это 15% от проголосовавших. Но тут получается почти полтысячи. Это, можно сказать, статистическая выборка, грубо говоря. Да, вообще самый большой вопрос – это к бизнесу. Потому что если какие-то государственные мероприятия, как суды, государственные театры, они получают субсидии от государства, и поэтому они будут еще выживать спокойно, даже если они закроются на неделю, на две. То если закрывается бизнес, то тогда сразу вопрос, как он потом откроется, будут ли деньги открыться. Потому что это сейчас до 10 апреля. Что будет после 10 апреля, мы не знаем. Возможно, это все продлится до мая. И это более чем не исключено. Потому что если они начали сейчас выявлять те случаи, которые официально подтверждены, это не все случаи, которые фактически есть, а только официально подтвержденные случаи. Поэтому мы не можем говорить ни про какие сроки, и как будет выживать коммерция. Вот это вопрос. У нас на связи Дарья Ананева, менеджер оффлайн-проектов интернет-журнала 7 на 7. Даша, здравствуй. Доброе утро. Или добрый день. Да, можно и утро, и день. Главное, чтобы добрые. Да, мы слышали то, что 7 на 7 вы отменили блок-тур, какой-то очень важный, к которому долго готовились. Как вы приняли это решение? И это уже произошло не на днях, это было раньше. Где-то неделю примерно назад вы это сделали. Да, мы сделали это неделю назад, когда в Москве уже тоже была введена повышенная готовность к борьбе с вирусом. Людей стали переводить на удаленную работу. То есть первые у меня это сделали Mail.ru, Яндекс. И коллеги из Mail.ru в пятницу, получается, пришли с работы и сказали, что все, у нас переводят на удаленную работу. И вы будете до сих пор это делать. В смысле, блок-тур. И мы стали внутри себя долго обсуждать вообще, можем ли мы это отменить. Вообще, какие у нас будут потери и риски. Потому что мы говорили только об отмене, не о переносе этого события. Потому что у нас есть определенные сроки и лидлайны. И, в общем, лидлайн был месяц марта. И, в общем-то, получалось только отменение проятия. Но также мы понимали, что риск высокий очень для участников. Потому что мы везли участников из других регионов добираться до Москвы. А блок-тур должен был проходить в Москве. Потому что некоммерческая организация, комитет гражданского свидетельства, они находятся в Москве. И все участники должны были лететь на самолетах. А аэропорт – это такая повышенная точка, где ты можешь действительно заразиться, подхватить вирус. И, может быть, даже сам не заболеть, но быть его переносчиком. И так как блок-тур был по Институту убежища в России, у нас было запланировано мероприятие в первый день. Как раз когда все участники приедут, это встреча с самими беженцами, которые живут в Москве. И которые сейчас находятся все еще в статусе беженцев. И они относятся, безусловно, к группам риска. Потому что непонятно, какая будет медицинская помощь оказана. Поэтому риск проведения самого мероприятия был высокий, как для самих участников, как и тех, кто будет в нем участвовать в беженце. Поэтому мы просто приняли решение, что не можем ставить под угрозу жизнь тех и других людей. Может быть, мы не говорим о жизни вообще, но если бы люди заболели, то это была бы наша вина. Конечно. А какие даты были у этого блок-тура? Блок-тура, даты, получается, сегодня был бы первый день. Это 19 марта. Сегодня мы должны были сидеть с Сахаром в концентре и проводить хакатон как раз с комитетом. Но мы приняли решение, что мы этого не будем делать. Также была ситуация, что у нас в самом блок-туре участвовали эксперты разные. И пока мы готовили мероприятие, в последнюю неделю все эксперты стали отваливаться, потому что все они стали находиться на карантине. Они откуда-то возвращались или возвращались их родственники из стран, где высокий уровень заражения людей. И люди, в общем, оставались на карантине. Они говорили, что мы не можем принять счастье, потому что мы не можем так же подвергать жизни, здоровье людей, которые будут у вас в блок-туре. Но это-то мероприятие, которое должно было пройти в марте. А что насчет Баркэмпа? То есть вот есть информация о том, что он перенесен, но он перенесен, не отменен. Я правильно понимаю? Да, да. Мы его перенесли, потому что мы надеемся, что все-таки ситуацию в России получится стабилизировать. И мы искренне со своей стороны предпринимаем, не проводим какие-то мероприятия, чтобы люди меньше контактировали друг к другу. Мы сами поддерживаемся самоизоляцией, работаем удаленно, не встречаемся друг с другом. И мероприятие само мы перенесли, потому что Баркэмп – это событие, которое делает сразу очень много людей. И мы не хотим, чтобы мероприятие получилось некачественным, потому что если, например, все-таки получится как-то в России стабилизировать ситуацию, это будет, скорее всего, не раньше начала мая, и Баркэмп в Кирове должен был проходить в июне, и для людей остается только месяц, чтобы подготовить такое большое событие, где два дня на стоп идут лекции, больше 30 выступающих. Не хочется делать некачественные мероприятия и поддержать людей риску заболевания вирусом. Даша, полминутки остается у нас до рекламы. Будете продумывать какие-то варианты, возможно, дистанционного проведения ряда мероприятий? Да, мы думали об этом. Если ситуацию не получится стабилизировать, то мы будем делать онлайн-платформу, какую-то обучающую именно по теме Баркэмпов, и будем переводить все это, конечно, в онлайн, потому что отменять совсем мы не будем мероприятия. Даша, а можно тебя попросить полторы минуты послушать рекламу, и мы вернемся все вместе с тобой тогда после перерыва? Конечно. Полторы минуты рекламы, и потом мы продолжим тогда разговаривать с Дарьей Ананевой. Мы возвращаемся в немного разворот. Дарья Топузлиева, Соня Демина. У нас на связи Дарья Ананева. Да, и вот вопрос, который я не успела задать до перерыва, насколько я знаю, ну, это известная информация. Дарья Ананева также менеджер независимого пространства в Сыктывкаре, револьт-центр. И вот револьт-центр, где в Сыктывкаре проходят все мероприятия, активистские выставки и много всего интересного, как раз мероприятие отменил. Но кофейня при револьт-центре осталась работать. То есть, Даш, почему так произошло? Почему кофейня осталась работать, хотя весь центр для посетителей, в общем-то, ну, большого количества посетителей закрыт? Ну, так как ты сказала, что, да, независимое пространство, в общем-то, его независимость обусловлена тем, что пространство само себе зарабатывает на оплату, там, электричество, аренды и тому подобное, и платит за оплату сотрудникам. Вот. И мы в целом, как бы, отказались от больших мероприятий и вообще, как бы, не знаю, всей своей вот этой просветительской программы. То есть, мы ее на месяц полностью сейчас перенесли, вот, потому что там самое большое скопление людей, и невозможно гарантировать, что, там, не знаю, после каждого мероприятия мы наведем идеальную чистоту, стерильную, в общем, у нас нет таких ресурсов, вот. Но у нас есть кофейня, которая вот нам помогает зарабатывать и платить зарплату сотрудникам, и делать такое прекрасное место в Шептовкаре. Кофейня сама по себе небольшая, и она, в ней мы можем гарантировать, что мы будем придерживаться определенных правил, которые, в общем-то, сейчас есть везде. То есть, мы, там, раздвинули специальные столы, чтобы между людьми было около полутора метров, чтобы наши баристы обрабатывали поверхности, и в туалетах мы также добавили специальные сентейзеры, которыми люди могут пользоваться. Мы не можем просто отказаться от кофейни сейчас, хотя, конечно же, хотелось бы тоже там закрыть и сказать, что у нас все в порядке, но, как бы, во всем мире сейчас происходит пандемия коронавируса, вот, экономика вообще полностью проседает. Если сейчас мы просто закроемся, то пространство, револьт-центр, ну, просто не сможет работать, люди не смогут получить зарплату, и мы просто пойдем не в момент кризиса, а мы просто будем вынуждены как-то закрыться или вообще пересмотреть полностью свою работу. То есть вы опасаетесь, что вы просто после вот этих вынужденных каких-то каникул, после вынужденного карантина не сможете возобновить работу кофейни? Ну, не только работу кофейни, а вообще в целом всего револьт-центра, потому что кофейни – это такая точка, которая помогает зарабатывать вообще в целом на всю работу револьт-центра, то есть там, не знаю, купить стулья, купить проекты, не знаю, чтобы у нас была, собственно, каждодневная уборка, чтобы сотрудники, которые отвечают за простатистические программы, они получали тоже какую-то зарплату, не знаю. В общем, от и до кофейни как бы сильно помогает, чтобы револьт-центр вообще в целом жил и был таким специальным бизнесом в Текстовкаре. Ну, мы со своей стороны все же надеемся, что ничего подобного не произойдет, и продолжат работать и ваша кофейня, и пространство. Спасибо, Даша, большое за комментарий. Это была Дарья Ананева, менеджер офлайн-проектов интернет-журнала «Семь на семь». Ну, вот, да, действительно, Соня, ты права для какого-то маленького бизнеса, даже закрытие на небольшой срок может стать в итоге. А да почему для маленького? А если представить то, что это, ну, фабрика, но она без государственных субсидий, то есть ты не можешь такое количество людей вот в одном помещении долго держать 8 часов, это будет просто негуманно. Хотя я знаю то, что еще предприятия не перешли на удаленный режим, в том смысле не закрылись, потому что они как раз этого позволить себе не могут. Если, ну, такое крупное предприятие закрывается, там все равно есть большие постоянные сдержки, как там помещение, не знаю, электроэнергии, отопление, в общем, сторож там наверняка все равно будет жить. И, ну, это, да, это очень сильно затратно. Мы не знаем, каким вернется бизнес после вот всего этого карантина. Ну, смотри, насколько я понимаю, есть у нас, видимо, Дмитрий Шиляев на проводе. Алло, Дмитрий. Да, добрый день. Здравствуйте. Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства «Галерея прогресса». Дмитрий, правильно ли понимаем, что сегодня приняли вы в итоге решение приостановить работу галереи? Ну, да, у нас вот, ну, как бы, тоже частная площадка, за которой, как бы, мы следим, и они за нами, я посмотрю, потому что мы с ними переписывались, мы, как бы, начинали свою деятельность, они тоже приняли решение приостановили деятельность на неопределенный срок. Частная площадка, это вы говорите про мероприятие куда-то в Казани? Да, в Казани есть культурный центр смены современной культуры. Дмитрий, окажется, что вот вы чуть ли не первый в Кирове, кто принял решение временно закрыться, но вот именно из частных каких-то структур. Кто-то, слышали вы, коллеги ваши, я не знаю, может, кинотеатры или какие-то частные музеи, кто-то уже закрылся? Нет, вы знаете, мы как бы за этим особо не следим. Мы следим за своими, ну, как бы, скажем так, проектами, которые нам близки по духу и занимаются той же деятельностью, что мы. То есть в Москве, например, Андрей Братенев тоже сначала, они сказали, что открытия большого не будет в выставке, а будет просто индивидуальное впечатление. А потом они написали, что мы вообще прекращаем деятельность по очевидным причинам. Закрыли галерею и все. То есть тяжело удалось вообще это решение? Какие факты принимали там во внимание? Вы знаете, дело в том, что мы и так ведь, собственно, как бы живем, перебиваемся в материальном отношении, как бы все время в долгах и закрываем. А сейчас, ну, как бы, тут уже о деньгах говорить бессмысленно. Тут надо, как бы, думать о благосостоянии людей и своих сотрудников. Ну, неужели не было какого-то компромиссного решения, типа, лекции дистанционно или посещение галереи подвое, подвое? Или виртуальные туры, я не знаю. Или об этом еще будете думать? Ну, онлайн, конечно, все это будет происходить. Онлайн это как-то будет, деятельность происходить. Вот, конечно же. Но в каком объеме, пока непонятно. Нам нужно просто пока еще закрыть деятельность, приостановить время. А от каких мероприятий пришлось отказаться? То есть у вас очень же плотная сетка, всегда что-то происходит. Ну, вот ближайший кинопоказ, выставочная деятельность. По датам как-то пока определялись? Ну, вот как все государственные музеи, примерно до 26-го. А там уже как бы дальше будем смотреть. То есть от даты они открыты, как у всех. Дмитрий, последний, наверное, вопрос. Вот до вас была Дарья, ананимый менеджер оффлайн-проектов интернет-журнала «Семь на семь». Рассказывала она, у них при пространстве есть кофейня небольшая, которая, собственно, помогает вытягивать сам проект. Финансово, в смысле, я имею в виду. И вот она высказала опасения, что в случае, если им придется закрыться, то вполне возможно, что после этого вынужденного карантина они уже не смогут продолжать свою деятельность. То есть придется закрыть и кофейню, и, соответственно, вот это общественное пространство. Вы как-то оценивали вот с этой точки зрения финансовые риски, насколько вам тяжело придется потом возобновлять всю эту деятельность? Вообще непонятно на сегодняшний день. Абсолютно непонятно. Я думаю, что тут вопрос уже... Мы всегда, собственно, как бы переходили максимум к нолю, а постоянно все 10 лет к минусу. Поэтому то, что сейчас происходит, для нас еще эта более, как бы, ситуация серьезная в плане материального отношения, потому что затраты-то никуда не делись. Но, учитывая, как бы, ситуацию, мы решили приостановить деятельность. Все понятно, Дмитрий. Вам тоже желаем всячески с минимальными потерями выйти из этого положения, из этого карантина. Это был Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства «Галерея прогресса». Ну вот, слышно, расстроен, конечно, Дмитрий всей этой ситуацией. Все расстроены. Даже, не знаю, наши постоянные слушатели культ похода. Вот по очереди закрываются все места, куда обычно мы приглашали победителей. Теперь остаются только книжки. Я даже не знаю, как мы их будем передавать. То есть, наверняка тут... Выкидывать в окно. Да, что-нибудь в этом духе. Но, конечно, на самом деле безопасность превыше всего, потому что, вот, видно по странам, как быстро страны ориентировались, как они вводили превентивные меры, так это потом отразилось на общей ситуации. Потому что Италия, вот, до последнего, они гуляли и, в общем... Пели. Пели, да. Да, и мы сейчас видим, что это не то, как надо бы себя вести в такое время. Ну, вот, да. Я тоже в социальных сетях очень много комментариев по поводу того, что и обычное заболевание, и к чему вся эта шумиха, вся эта паника. И высказываются там разные мнения, в том числе, недостаточно ли жесткие меры принимаются, зачем эти карантины. Да, и в редакции все мы в нашей немного придерживаемся, да, там разных точек зрения на эту ситуацию. Но вот, тем не менее, по крайней мере, пока та ситуация, которая есть в России, и меры, которые были приняты, ну, на мой взгляд, достаточно быстро, скажем так, даже в том же самом Кирове. Вот, насколько мы помним, с 17 марта ушли на дистанционное обучение школы. Ну, официально это каникулы, которые начались чуть раньше, но, как нам уже во вторник рассказывали представители образовательных организаций, обучение в большинстве случаев продолжается, просто в онлайн-режиме. Ну, видимо, какие-то меры есть. Кроме Метакадемии, кстати. Метакадемия осталась почти все полностью в очном режиме. Вот такой вот бунт. Ну, есть, конечно, на самом деле, какие-то вот милые вещи, которые приходят с разных концов мира. Вчера вот я видела, как знакомая выкладывала видео из Барселоны. Вечером барселонцы, которые, так ли они называются, я даже не знаю, находятся на карантине. Барселона находится на карантине, то есть выходить можно только в аптеку, в магазин за продуктами и, по-моему, там для помощи пожилому родственнику. Каталонцы тебе подсказывают. Каталонцы. Да. Вечером они собираются, выглядывают в окошки и начинают хлопать. Изначально это задумывалось как поддержка испанских медиков, которые тоже трудятся буквально сутками на сменах, но потом это все уже трансформилось просто в некоторый такой акт единства людей. Вот они вечером, запертые в своих домах, ну, это правда, там девочка снимает видео, они всовываются в окна и хлопают. Вот, видимо, поддержка друг друга. На самом деле, все, что нам остается в это время, это как хорошо относиться ко всем окружающим. И часть этого хорошего отношения ко всем окружающим это дезинфекция себя, пространство, которые идут после тебя, и, в общем, стараться меньше находиться в общественных местах, меньше пользоваться общественным транспортом. И вообще по возможности избегать большого скопления людей. Это тоже хороший тон, особенно по отношению к нашим пенсионерам, которые, как понятно, на самая такая серьезная группа риска. Ну да, и я повторю, что в России как раз зафиксирована сегодня первая смерть от коронавируса, и как раз умерла женщина, которой 79 лет. То есть это та категория людей, которая наиболее подвержена осложнениям, у которых проявляется вот этот, видимо, пресловутый респираторный дистресс-синдром. Ты смотришь на часы, нам пора закругляться? Еще пока нет. Я на самом деле хочу... Да, все не очень хорошо, но нужно всегда подходить к вещам с юмором. С юмором и разумом. И очень интересная новость пришла, что в Китае растет число разводов. То есть в китайской провинции Шиньси после более чем месячного карантина начало расти число разводов. Это пишет Дождь. И 2 марта возобновили работу местной ЗАГСы, и чиновники говорят, что во время карантина пары проводили слишком много времени вместе, из-за чего между ними возникали конфликты. Число разводов выросло и за счет тех, кто решил развестись еще до карантина, но не смог подать заявление из-за остановки работы госучреждений. Вот так вот. Вот на этом мы и закончим. Первый час. Во втором часе тема коронавируса продолжится. Мы подключим руководителей культурных учреждений. Они расскажут, как они справляются с этой ситуацией. Да, и вы звоните 211-101. Расскажите, как на вашу жизнь повлияло вот такая вся зараза. Да.